Руководители ключевых подразделений города подвели итоги прошедшей недели. Представители полиции в очередной раз предупредили граждан о новых видах мошенничества. Злоумышленники продолжают снимать денежные средства у доверчивых граждан. Проблема мусора продолжает оставаться одной из главных городских тем. Планируется организация новых площадок по сбору твердых бытовых отходов в микрорайонах. Отдельно уделялось внимание вопросу весенней санитарной очистки города. Управляющие организации и службы благоустройства уже приступили к плановой уборке города. Я понимаю, что от наших граждан очень много далеканий. Но прошу, конечно, это правильно, в случае того, что только сошел снег, меняющиеся резкие погодные условия. Вот поэтому я думаю, что в течение месяца мы всю территорию города приведем в реальное состояние. Также на совещании состоялось награждение участников российского конкурса «Лучшие руководители Российской Федерации». Грамотой за активный обмен опытом лучших управленческих практик награжден Артем Чучев, сотрудник акционерного общества «Атомтранс». Мы всегда готовы к новым высотам. Всегда будем стараться активно участвовать во всех конкурсах, в работе, в работе с людьми. Кроме этого, отмечено достижение десногорцев в области культуры. Победителем областного конкурса «Лучший работник культуры Смоленщины» стал десногорский коллектив эстрадной песни «Ренессанс» под руководством Галины Ренёвой. Награждение проходило 22 марта в Смоленске. Предстоящие культурные события Десногорска отмечены мероприятиями в Центре культуры молодёжной политики. 29 марта в 15.00 пройдёт праздничная программа, посвящённая Дню войск Национальной Гвардии. А 31-го в 12.00 состоится зональный этап областного конкурса «Голоса XXI века». Олег Соловьёв, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна-ТВ.